Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на мой домик видео по игре Eurotrack Simulator 2. Ребята, продолжаю я свой виртуальный дальнобой. Чё несу, не понимаю. Короче, ребятки, сегодня мы с вами наконец-таки поедем в сторону юга. Ура, ура, ура! Но! Не всё так просто, конечно же. Как же? Это же я играю, как-то может быть что-то просто. Короче, ребятки, груз у меня был только в город Курск. Никак иначе, никуда больше. Вот, ну, самый-самый-самый южный, так скажем, город, куда я бы мог отправиться, это вот только Курск. То есть у нас здесь всего лишь 140 километров. Скорее всего, у нас будет тогда уже с вами в этом видео несколько доставок. То есть сначала мы отправимся в Курск, ну а дальше у нас уже дороги нет. Нам надо по-любому как-то выбираться в Воронеж, либо куда-то ехать в Саратов, либо куда-то ехать в Ростов. То есть у нас как бы выбор на самом-то деле невелик. В общем, ребятки, давайте отправляться. Повезу я, как вы думаете, что? Повезу я, конечно же, 20 тонн муки. На том же самом дафике, на котором мы с вами катались в прошлый раз, который я, так скажем, получил в прошлой серии. И вы наверняка заметили, что какая-то странная стала погода. Да, ребят, я решил отказаться от зимнего мода и поставил точно такой же мод на, так скажем, погоду, да? И на окружение, даже не знаю, как это сказать. Короче, поставил тот же самый мод, что и в Американ Траке. И мод на погоду поставил от Брутал Визор, вот этот от Кааса. Короче, то же самое, что и в АТСке у меня сейчас. То есть если вы прошлую серию мы по АТСу смотрели, Диаволю покупал, который час практически идет. Вот, если не смотрели, то обязательно, ребят, посмотрите. Там, в принципе, тот же самый формат, что и здесь, но только по США. И там, как бы, я работаю, типа, сам на себя. И вот там я кайфовал реально от погоды, от графики. И давайте теперь нам все это посмотрим здесь. Итак, ну что ж, запускаемся. У нас все хорошо, все отлично. Машинка без проблем справляется со своими задачами. Давайте просто мы перейдем на габариты. Так, не забываем, что у нас огромная длинная шаланда. Так, отлично. Здесь уходим направо. Ой, какой поворот, немножечко неаккуратный. Так, выходим направо. Ой-ой-ой, сейчас по бордюру прям проедем, но ничего страшного. У нас телега длинная, поэтому нам это как бы простительно. Так, братишка, пусти меня обратно, пожалуйста. Спасибо тебе огромное. Все, ребятки, ползем, ползем, ползем в город Курск. Музыка прикольная. Да, без зимы как-то, знаете, немножко непривычно. О, пешеходы заспавнились, прикольно. Но что-то как-то все едешь, 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 едешь. Зима, 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 зима. А тут раз, что-то так, я убрал все это дело. Ну и смотрится на самом деле тоже симпатично весьма. То есть прям подходит этот, конечно, погодный мод под Россию. Вообще просто офигенно подходит. Так, оттормаживаемся. Да, тормози! Тормоза хорошие, неплохо. Свежилка болтается. Типа новая машина, все дела. Город Орел. Так, я думаю, нам надо будет немножечко, ребят, зеркало мне надо будет доёптать, подредактировать. А то что-то как-то оно немножечко прям совсем-совсем туда. Немножко в городе подлагивает. 30 фпс, ребят. То есть, ну, Русмап, конечно, в этом плане печальная весьма карта. Очень, конечно, серьезно здесь лагает. Даже при тех вот настройках графики, которые у меня, конечно, да, там через чур все экстремальное, но... Да, давай, дафиг 20 тонн, понимаю, тяжело, но ты сможешь, ты красавчик, давай, 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 газ в полаз. Где-то какие-то, чё-то там, ямки зацепил. Почему все города в Русмапе похожи на Санкт-Петербург, я понять не могу. Реально, такое ощущение, будто по Питеру едешь, правда. Похожие такие здания, всё какое-то однотипное, одинаковое, то есть, ну, блин, не знаю. Индивидуальности никакой нет. Нет, конечно, по-любому те, кто живёт в этом городе, да, те понимают и узнают, может быть, какие-то места. Всё, и тут FPS вообще нормально, 60. То есть, вот тот берег, он какой-то немножечко нагруженный в плане объектов, по всей видимости. Такой вот я наглый. Уходим на Курск, ребята. Ещё один мдафик летит на тюнинге, прям, ничего себе. Хотя, вроде, я мод никакой не ставил. У него прям такие, эти, висят брызговички спереди, которые из тюнинг-пака. Орёл. Всё, ребятки, покидаем город Орёл. Опять тут ремонты, да ё-моё. Да, красивешно тут весьма на самом-то деле. Но в АТС-ке мне почему-то нравится больше. Я не знаю почему, но там как-то это гармонично сворится. Не, здесь тоже неплохо, но всё равно создаётся такое ощущение, что что-то не то. Так, а где у нас тут круиз-то выставляется на этой машине? А, всё правильно, 90, всё. Что-то не увидел даже сначала. Где он там выставлен этот круиз-контроль? Ну, поехали. Ну, нет, что-то 90 дофига, давайте 85 хотя бы поставим. Тоже совсем с нарушениями ехать-то не хочется. Ну, красивая здесь, да, такая прям русская природа. Осенне-зимняя, я бы так сказал. Снега как бы нет, но это как бы типа зима считается. Но в любом случае, ребят, ссылочки будут в описании, так что без проблем. Переходите, качайте. То есть вообще всё-всё-всё-всё-всё есть в описании. Всё, что вы тут видите, всё, что вы тут слышите, всё есть в описании. Такой поворот, конечно, немножко неприятный. Хорошо, что там не было никого. Всё, это быстренько мы с вами пролетели. Заправочка какая-то, ну, неймовская. До Курска 161 километр, но по факту там, наверное, километров 50, скорее всего, осталось. 100. Окей. Я почему-то думал, что мы уже половину пути проехали. Дорога, в принципе, неплохая. Да, конечно, участками тут попадается всякая фуфне. Но в целом, в целом неплохо. Есть и на что посмотреть. И, в принципе, ты в динамике всегда находишься. Вот поэтому я и люблю такие дороги. Так, ну тут сейчас, скорее всего, колотить будет. Нет, нет, идём нормально. Бескрайние поля, просторы. Офига себе, даже кемперы ездят. Офигеть. Ну, видно, асфальт старый. Здесь уже такой дорогу это давно, видимо, никто не делал. Ну, ровненькая, кстати, дорога-то. И не сильно она, видимо, популярна. И, может быть, поэтому она как-то более-менее-то и сохранилась. Хотя, как бы, основная это Курска. Ну, наша погода хорошая. Солнечная. Относительно тепло. 28 градусов по Цельсию. То есть, я считаю, это погода вообще для февраля месяца топовая. Курица. Прикольно. А что, реально такой посёлок? Есть курица. На, типа, наверное, из-за того, что Курск. Типа, рядом там это всё же курица. Курск. Хе-хе-хе, прикольно. Курица. Волгочка. Не, конечно, виды здесь прикольные. Не сказать то, чтобы прям, конечно, здесь уже... Южная природа. Река Курица, пожалуй. Курица, наверное, как-нибудь так. По-любому называется. А то я уж как вижу, так и читаю. И братишка тоже тащится какой-то. Камазики гоняют. Ну, он что, прям по знаку, что ли, едет? Потому что я его что-то догоняю, догоняю, догоняю. Будем подтормаживать, потому что здесь негде, ребята, обгонять. И лучше потихонечку это всё дело проехать. Кроны. 60-й регион. Откуда это он, интересно? Ребят, напишите в комментариях. Так, опять кольцовое здесь у нас. Шаланда длинная. Поэтому прям так на тоненького прошёл. Курск. Сразу трафик такой прям поперлютый. Просто трафик. Дома такие монументальные прям. Ну, нам особо спешить некуда, ребята. Мы потихонечку здесь будем ехать. Город для меня незнакомый. Поэтому, как бы, спешить я особо смысла здесь вообще не вижу. Едь да едь потихоньку. Зеркала под настроек. Что-то они как-то почему-то в разнобой все стали у меня. Так, кольцовое. Так, всё хорошо. Интересно, почему знак пешеходного перехода стоит здесь, и пешеходный переход там чуть ли не в 100 метрах. Интересненько, интересненько. Не, ну вот этот вид, конечно, прикольный, ребята. Воронеж налево. И вот такая площадь впереди красивая. Так, нам, по-моему, там по докам надо в магнит, ребята. Если я не помню. Да, нам надо будет сами в магнит заезжать. Такс, это у нас где-то, по-моему, вот здесь находится. Так, судя по навигатору, это куда? Где-то, где-то, где-то здесь. Наверное, вон там у меня трейлеры стоят. Я не думаю, что сюда куда-то надо заезжать. Ребята местные, простите меня, я еле-еле ползу. Но я повторюсь, не местные, поэтому как бы, блин. Так, ну да, значит, нам сюда надо будет. Куда-то вот в это место. И где-то здесь у нас справа выкроска, как я понимаю. Окей, окей. Так, ну сейчас мы где-нибудь здесь машинку поставим. И тогда, наверное, в эту контору пойдем уже. И там спросим, куда нам вообще вставать. Где нас там смогут разгрузить. И где вообще, что у нас дальше будет по рейсам. Короче, ребятки. Сейчас я разгружаюсь. В общем-то, в принципе, наша доставка пока что одна на этом закончена. Повторюсь, дальше у нас с вами задача в этом же видео вообще уехать на Ю. Хотя бы до Ростова доехать. Ну, либо в Воронеж уже куда-то отправиться. Там как будет заказ. В общем-то, ребятки, сейчас я разгружаюсь. Как нахожу новый груз, мы с вами снова встречаемся. И едем дальше. Итак, друзья, ну что, нам прям реально везет. Мы с этой же базы, прям с этой же базы едем, ребята, в Воронеж. Вот так вот, ребятки. То есть нам вот тут буквально 200 километров надо будет проехать. И мы с вами уже наконец-таки, наконец-таки будем выбираться в сторону юга. К сожалению, в Ростов и еще там куда-то дальше на юг никаких рейсов у меня не было. Ну, как это у меня, да? Не выдали мне ничего. То есть не нужны просто-напросто пока туда, видимо, какие-то товары, грузы, которые войдут в нашу замечательную шторку. Но, ребят, я думаю, что с Воронежа по-любому у нас что-то попадется. Потому что как бы там уже и логистика игры будет работать по-другому. Она в ближайшие города начнет грузы выкидывать. То есть, ну, посмотрим. Реально, сейчас вот у нас задача минимум добраться до Воронежа. Это 200 километров. Такая мульти у нас получается загрузка, мульти-разгрузка. Как это было, в принципе, и в Минске, насколько вы помните, да? Когда мы на Мазике там катались. Это замечательно. То есть, в принципе, пока что все складывается хорошо. Загрузили нас и выгрузили, опять же, очень-очень быстро. То есть буквально там час прошел. И мы уже с вами отправляемся дальше. Покидаем замечательный город Курск. Здесь мы с вами должны сейчас будем повернуть направо. Дорога здесь прямая. Прямая, ну, практически то же самое, как мы с вами выезжали с города Орел. И все, ребятки. И в принципе, в принципе, в принципе, прям все очень хорошо складывается. Я прям реально доволен. Машинка хорошо себя показывает. То есть, ну, вообще все идеально. Прям я удивлен на самом-то деле. Прям, даже прям, прям, прям не верится. Так, ну что, поехали. 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 Так, захватываем левую полосу, потому что там она длиннющая. Церковь проезжаем. Ух ты, а там еще у нас город. Ничего себе. Тускарь. Ну, на мостах, как всегда, дорога конченая. Во всех городах так, походу. Потому что дорогами и мостами занимаются разные фирмы. То есть, одни уполномочены делать дороги, как дороги. А вот другие фирмы, они уполномочены ремонтировать мосты и сооружения. То есть, как правило, у нас дороги еще как где-то более-менее нормальные. А мосты постоянно усосаны, убитые. Просто кончены вообще в хлам. Потому что фирмы вот этими не занимаются. Такой промышленный здесь, прям, смотрите, город. И железка здесь есть. И вообще здорово. С поджелезочкой будем проходить. Я помню раньше, в детстве, когда ездили под железнодорожным мостом. Ну, типа, если ты проезжаешь под ним, и в это время путь сверху идет, надо желание, короче, загадывать, что деньги были. Такая вот детская херня, я помню, была у меня, да. Ух ты, гаражик. Неплохо. В таком отдаленном весьма месте он, конечно, находится, но... Так, ну здесь можно в наглую просто вот так вот наискосок проехать. Вообще ей не париться. Здесь уже, смотрите, такой жилой более район идет, да. То есть, как бы, типа, частный сектор или что-то в этом роде. На ошибке где-то они находятся там. Если что-то типа центра было, то здесь прям такая промзона промзоной слева. И справа, соответственно, люди, видимо, там живут, работают. Так, у нас огранка 60, но мы ей будем совершенно, конечно же, следовать. Заправляться нам не нужно. У нас прям все очень-очень хорошо. Бак у нас огромный. Нам еще на 3,5 тысячи хватит. При расходе 46. То есть, ну вы понимаете. Кстати, мы что везем-то? Давайте покажу. Мы везем консервированные соки. 23 тонны. У нас прям, ребята, эти рейсы, конечно, капец. Вообще для машины просто испытание. То мы 20-ку муки везем в мешках, да. То везем 23 тонны сока. То есть, ну машина прям... Да, у нас она, конечно, получает под сраку как надо. Ну и расход, конечно, 46 литров. Ну так, в принципе, сейчас вот текущий там 30-ка. 29-30. То есть так, если, в принципе, потихоньку-потихоньку ездить. Я думаю, он так и будет скидываться. Пока никуда не спешим. Ну, очевидно, что мы где-то по какой-то городской черте едем. Пусть и знаки уже мы все проехали. Пока не выйду на трассу, 80 я ставить не буду. Ну, теперь, я думаю, можно уже докручивать круиз-контроль до 80 совершенно спокойно. Это уже видно, что трасса. Никто нам не помешает. Никто никуда на дорогу не вылезет, не выскочит. И можно потихонечку-потихонечку ехать. Блин, ну дав молодец. Плавно так набирает. Ничего не дергается у него. Стрелочки ровненько стоят. Вот это прям вообще кайф для меня. Паля такие красивошные. Время, что у нас там? Обед уже. 12 часов. Ну, нормально. Я думаю, там, кстати, у нас по прибытию сколько стоит? Воскресенье. То есть сегодня же мы должны доехать. Ну, там ехать-то, в принципе, совсем чуть-чуть. 200 километров. Грубо говоря, по знакам, да? С 12.52. То есть что, буквально там, типа, через сколько? Через полчаса мы должны уже быть на месте. До 7 вечера мы должны с вами, ребята, приехать. В общем. Ну, и 7 часов нам еще в пути осталось, грубо говоря, по игре, да? Ну, окей, окей, окей. Я вас понял. Ехать 130 километров, в принципе, вообще как бы ерунда. То же самое расстояние, что мы с вами преодолевали до Курска из города Орел. Река Тим. Дефолтный мост. Сразу видно, что с дефолта взят. Шабаново. Пролетаем Шабаново. Да, конечно, было до 60 скинуть, но... Тогда у меня расход будет вообще капец. А так катим и катим все потихонечку. В этом рейсе, наверное, мы вряд ли сделаем на дафе 1000. Километров. Ну, думаю, на юг. Поедем в Ростов куда-нибудь, наверное, нас отправят. Я думаю, по-любому. Или в Краснодар куда-нибудь. Ну, посмотрим, как у нас там следующий рейс будет. Сейчас мы подбираемся, подбираемся, подбираемся к югу. Ну, как я и говорил, в принципе, да? В последующих там двух-трех роликах мы с вами на юг по-любому доберемся. Ну, какая-то деревушка. Братишки, такие бочки интересные тянуты. Интересно, что они везут. Чуть-чуть мы притормозим. Ой-ой-ой-ой-ой, еще ж ты, братка. Исполняешь такие вещи. Фермы, не фермы, какие-то непонятные, короче. Ну, да, скорее всего, какое-то фермовое производство. Куровки стоят. Прикольно. Своя какая-то есть, все равно здесь атмосфера. Вот именно, когда ты уезжаешь из Московской там области, из Ленинградской области, уже вот туда подальше. Здесь вот все равно как-то все по-другому. Более умиротворенное такое, что ли. Не знаю даже, как сказать. О, расход сотка, нормально. Километраж просто на глазах убегает. Дистанции прорисовки не хватает. Оп, появилось. Давайте круиз воткнем. Блин, тут обгон запрещен. Воронеж. Пипец, блин. Да. Что-то вы, ребята, решили тут налево уйти в двоечка. Ух ты, слушайте, а красиво весьма, смотрите как. Прикольненько. Дорога какая пошла. Но теперь я остался один. То есть это как бы уже легче. Ладно, если там кто-то сзади идет, но вот это когда кто-то спереди едет и подтормаживает там каким-то образом тебя, это уже немножечко начинает напрягать. Не знаю, как у вас. Но, зная, как трафик в ИТС-ке ездит, отвратительно. Давай-давай-давай, даф, не умер, а вообще тухнет. Просто смотри, он тухнет, все. Но круиз не отключается. Он на круизе сейчас ползет. Молодец. Меня удивляет, он прямо от этой машинки. Все, уже пошла застройка. Знак уже впереди стоит. Девица. Девица, наверное. Ну, по-любому, вот как вот я читаю, так оно и не называется. Как-то по-любому всегда по-другому все называется. Девица, девица или девица как-нибудь там, не знаю. Дорога прям идеальная. Такая здесь вообще просто идеальнейшая дорога. А где выездной знак? А, мы еще не проехали. Она уже дальше с левой еще продолжается. Ну, пока 60, мы идем. Угу. Все, выездной знак. Поехали. А вот вы, ДПСники, не наглейте. Вступать я вам не обязан. Потому что у вас полоса кончается. Форонеж. Речка Дон. Какая-то херня там опять набросанная. Воронеж. Всем жителям Воронежа. Привет, воронежцы. Правильно, надеюсь, назвал. Постепенно так изучаю. Как кого, где зовут. Так, а куда нам ехать-то из магнита? Я вот что-то не помню. В Еврогудис какой-то. Так, ну пока вправо я буду ползти, потому что, смотри, там по навигатору потом где-то нам будет уходить надо налево. Скорее всего, зная Росмап, это будет кольцо. По-любому по кольцу нам там надо будет разворачиваться. Поэтому пока что держимся в правой. Ну, город как город. Пока не знаю, ребят, что сказать. Ничего такого сверхъестественного здесь нет. Так, ребятки, вот что-то тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот это подстава. Ай, блядь. Вот это, конечно, подстава была вообще конкретная. Так бы я уехал, реально. Вот просто уехал спокойненько, и всё. И там... А, ну нам здесь же всё равно налево. Всё, ладно. Ой, всё. Да. Мне почему-то показалось, что мне надо дальше где-то налево поворачивать. Ну, ладно, как бы, окей. Ничего страшного. Так, и там потом ещё раз налево надо будет уходить. Опять же, левую принимаем. И потихонечку, потихонечку ползём. Не превышая скоростной режим, установленный в пределах города. Знак парковки. Нахера он здесь вот нужен? Я понять не могу. Просто на тортуаре стоит знак парковки. Зачем? Площадь какая-то тут у них прям. Храм такой красивый. Прикольно, прикольно. В какой-то жилой район вообще еду, что ли. Что-то дома, 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 дома. Люди такие грустные здесь ходят. Летняя веранда какая-то. Так, и на этом перекрёстке, скорее всего, скорее всего, направо нам надо будет уходить. Опять по Питеру едем, да? Хе-хе-хе. Такс. И чё в DHL? Так, а написано же Еврогудис. Это просто не переведено в моде, на реальные логотипы всё это дело. Ну ладно, ладно. Поехали сюда тогда. Так, ну эта база, в принципе, похожа на магнитовскую, на которой я бывал до этого. Поэтому, как бы, я думаю, что процедура, в принципе, у нас будет схожая. Просто опять надо в какой-то курятник зайти и уже непосредственно там получить все документы. Ну что, ребятки, вот такой вот у нас сегодня получился рейс. Вот такой вот у нас получился с вами интересный, я надеюсь, ролик. Прикольный маршрут, на самом деле, вышел по очень красивым местам. С очень красивым модом, как на погоду, так и на погоду, два моды на погоду у нас, получается, здесь было задействовано. Ну, ребят, надеюсь, вам этот ролик понравился. Дальше, в принципе, как бы мой маршрут уже ясен. Я по-любому буду ехать на юг. Я хочу добраться до Ростова, может быть, до Краснодара. Посмотрим, как получится, какой рейс выпадет. Поеду, опять же, на этой машинке. Ну, а там уже будем дальше думать, куда нам отправляться дальше. На этом, ребят, всё. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы на него до сих пор не подписаны, либо вообще оказались здесь впервые. Не забывайте поставить лайк под это видео. Также, ребят, не забывайте смотреть в описании. Там есть абсолютно все ссылки на всё то, что вы здесь видите и слышите. Ну, ребят, в качестве просто бонуса подписывайтесь на группу канала ВКонтакте. Также ссылка в описании на мой Инстаграм, если он у вас есть, и он вам как-то вообще интересен, мой Инстаграм. Тоже ссылка в описании. Пожалуйста, подписывайтесь. Всё, ребята, пока-пока. Увидимся.